Всем привет! Я сейчас сделаю видео о том, что я заказываю онлайн в русском магазине продуктов и сколько я за это плачу. Посылка пришла мне почтой UPS. Сейчас пока открываю, скажу, что такая интересная история получилась в этот раз. Я пользуюсь сайтом RussianTable.com. Их магазин находится в Нью-Йорке и я у них уже заказывала продукцию несколько раз. Наверное раз семь точно. Точнее первые разы я это делала. Последнее время моя мама это заказывает и в этот раз вот тоже мама заказала для меня. И всегда в принципе проблем особых с ними не было, задержек не было. Они один раз всего задержали, потому что у них не было какого-то продукта и они ждали пока его получат. В этот раз мы заказали посылку 29 октября. И 11 ноября я проверила по интернету статус, так как прошло получается две недели, а посылка еще получена не была. Обычно она идет неделю. И оказалось, что UPS ее еще даже не отправила. В итоге я позвонила в Нью-Йорк на RussianTable. Они проверили у себя на складе, сказали, что они посылку отвезли на почту. Ну в общем UPS потеряла мою посылку, но поскольку магазин страхует всю отправляемую продукцию, то они мне скомпоновали новую коробку и выслали на следующий же день. И вот спустя ровно неделю я ее получила. Боже мой, я покажу сколько тут всего. Почему-то еще одна коробка внутри. Сейчас я ее пытаюсь открыть. Боже мой. Вот, я не знаю никакие, точнее как не знаю, видела в интернете несколько других магазинов, но никогда не пользовалась и их услугами, ничего у них не заказывала. Просто мне кажется, раз я уже работаю с этим, то надо я с ними продолжать. Они проверенные. Где-то здесь должна быть бумага, как чек, на котором написано все то, что я заказала. Итак, вот что было в моей посылке. Палка вот такой московской колбасы. Не знаю, какой у нее вес, но тяжелая. Стоит она 10 долларов. Далее кусок вот такой свинины. Я не помню, как он называется по-русски, если честно. Но там такое, в общем, розовое мясо сверху, а снизу небольшая прослойка сала, жира. Тоже, наверное, грамм у него 350-400. Такой кусочек стоит 13 долларов. Гречка. Я всегда заказываю гречку. 800 грамм. И потянула она на почти 4 доллара. 3,80. Далее две баночки красной икры. Тоже всегда заказываю. Это обычная икра. Лососевая, зернистая. Причем вот в этот раз, раньше такого не было, они ее прислали вот с таким охлаждающим, господи, эджент. Кулин эджент. Вот. Каждая банка стоит 8 долларов 50 центов. Вот вдвоем они потянули на почти 17 долларов. Далее. Приправа хмели-сунели. Заказала я одну упаковочку. Стоит она 80 центов. Баночка томатов. Лукашинские маринады. Томаты со сладким перцем. Причем я думала, что банка будет побольше. Но вот она такая небольшая. Хотя здесь 670 грамм. Но знаете, есть свободное место. Очень много жидкости. Мне кажется, пару помидорчиков туда можно было бы еще закинуть. Ну, в общем, такие томаты стоят 4 доллара 30 центов. Также я заказала тульский пряник с фруктовой начинкой. Но его я заказала для подарка одной знакомой американки. Стоит он 1 доллар и 30 центов. Так, 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 так. Что тут еще? Что по порядку, по списку? Вот такой ассортист. Шести вафельных тортиков. Мишка косолапый. 4 доллара. Упаковка сушек. Не знаю, это те, что я заказывала или нет. Это вообще другие сушки. Ну, в общем, 2,50 стоят бублики. Мы их называем, да? Так, дальше. Печенье коровка. Где тут коровка? А, вот она коровка. С топленым молоком. Топленое молоко. То есть просто стоит 2 доллара 40 центов. Печенье сормовское. Кофе со сливками. Кстати, я не вижу. Так, вот есть сормовская земляника. Возможно, они его заменили. Доллар 29. И есть еще печенье сормовское. Сгущённое молоко. Оно стоит... Так, не вижу. А, возможно, мне его положили как презент за задержку. Так, дальше. Зефир сладкий истории. Я его никогда не видела, никогда не пробовала. Ну, посмотрим. В общем, он стоит 4 доллара. Дальше. Вафли Артек. Что-то я тоже думала, что они будут побольше. Они такие малюсенькие. Ну, и цена соответствующая 85 центов за 75 грамм всего. Так, молочный шоколад Felicita Gelato. Попробуем. Что-то новенькое. Стоит доллар. Вот очень люблю пористый шоколад. Этот с орешками. Русский шоколад. Стоит он... Ту-ту-ту... Два доллара. Шоколад. Так, Felicita. А, два. Я взяла два Felicita. Окей. Бабаевский батончик. Мой любимый. С помадно-сливочной начинкой. Заказала один. Стоит он 99 центов. В прошлом году, когда мама приезжала, она привезла очень много шоколада. И этих батончиков было целое множество. Но каким-то образом мой муж их все съел. Очень быстро и незаметно. Так, шоколад Аленка. 2 доллара 50 центов. И вот последние конфеты. Васильки. 5 долларов. Здесь, по-моему, где-то полкило. Радфронт. Батончик. 5,70. Тоже люблю батончики. Коровка. 5 долларов. Еще одна коровка. Это суфле. Уже топленое молоко. 6 долларов 70 центов. И птичье молоко. Радфронт. 6 долларов 70 центов. Итак, вот этот список того, что мы вместе с мамой заказали. Сначала заказала она. Предварительно. Далее я зашла в ее личный кабинет и удалила те наименования, которые не хотела. Добавила кое-что другое. К большому сожалению, у нас в Миссисипи вообще поблизости нет русских магазинов. Поэтому приходится пользоваться такими онлайн-услугами. Несколько раз в год баловать себя. И вот в этот раз мы побаловали себя на 112 долларов. 21,62 доставка. И тотал 133,52 доллара. Но при заказе на 150 долларов у них бесплатная доставка. Но я, если честно, ни разу на такую большую сумму не заказывала. Вот. Так что спасибо большое мамочке за очередной вкусненький подарок. Все. Я пошла кушать свои конфетки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok